В Пушкино в рамках реализации муниципального проекта по профессиональному самоопределению «Семь шагов к профессии» в Российском государственном университете туризма и сервиса прошли профориентационные мероприятия для школьников с 8 по 11 классы. В округе этот проект впервые был представлен в прошлом учебном году. В рамках данного проекта у нас заключено в данный момент 21 соглашение. 13-14 из них это с организациями среднего профессионального образования и высшего образования. Все они представлены были на ярмарке образовательных организаций, которая проходит у нас в рамках данного муниципального проекта два раза в год на базе образовательной организации какой-либо Пушкинского городского округа. Также у нас с этого года заключено соглашение с предприятиями, находящимися на территории городского округа Пушкинскими, производственного профиля. Все образовательные организации в городском округе Пушкинске реализуют продвинутый уровень профориентации. Это значит, что школьники не только получают знания теоретические, но и практические по большей части. Они изучают направление, полностью погружаясь в рабочий процесс, не только в учебных заведениях, но и на производствах. В этот раз ребята пробовали себя в разных профессиях в Российском государственном университете туризма и сервиса. Сегодня нашими гостями стали школьники из Пушкинской школы. Ребята узнали из мастер-класса немного о гостиничном деле. И для них студенты из профотряда провели экскурсию по лабораториям нашего колледжа. Лаборатории гостиничного дела, туризма, дизайна, информационных систем, банковского дела и бухгалтерчета. Все специальности, которые у нас реализуются в нашем колледже. Школьники ознакомились с работой туристических компаний, гостиничного бизнеса. Каждый ученик попробовал себя в роли персонала, туроператоров и турагентов. Специалиста, менеджера, консультанта и оператора. Кроме того, ребятам рассказали и показали, как правильно пошить себе шляпу, конструировать одежду, сделать из ненужных вещей что-то полезное. Я, например, сделал из обычного полиэтилена косу. В обычной жизни мы такое носить не будем, но для того, чтобы создать что-то новое, это хороший вариант. И мне хотелось бы, чтобы больше творческих людей было, чтобы люди подходили ко всему с творческой стороны. Преподаватели помогали школьникам осваивать новое интересное направление. Они направляли их и указывали ребятам на детали и тонкости, которые будут полезны им в будущем и пригодятся в дальнейшей работе. Они научились делать разные оригинальные детали, которые можно своими руками сделать для того, чтобы в своей обычной жизни повседневно использовать. И они с этими дополнениями, которые сами сделали, отсюда ушли и намереваются их еще и носить. Но самое интересное для них было, как я сегодня им назвала, это бонус, это изготовление настоящего головного убора из фетрового колпака. То есть настоящее формование головного убора. Также ребята приняли участие в мастер-классе по дизайну. Они украшали шопер кленовыми листьями. В завершении профориентационного мероприятия все ученики отправились на экскурсию по учебному заведению, чтобы ознакомиться с другими направлениями университета и выбрать будущую профессию. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.